Около пяти тысяч кустов роз высадят этой осенью на улицах города. Также обновят парк зеленых насаждений. К слову, теперь и бендерские клумбы стали современнее. В них применяют элементы ландшафтного дизайна. У службы по благоустройству и озеленению любой сезон горячая пора. Жарким летом много работы. Зимой озеленители трудятся в теплицах. Осенняя пора – очень ответственный период. Надо подготовить многолетние растения к холодам и высадить новые культуры. Помимо всего, фронт работы расширяется. Идут масштабные работы по реставрации и обновлению клумб. Продолжается преображение участка на площади освобождения. Там, где раньше был густой кустарник, теперь сухой ручей и альпийская горка из камней и цемента. Мы продолжаем работать над своей горкой, над ракарием, который начали ранее. Сейчас досыпается галька, потому что были посажены туи, было досажено растение, еще седу посадили. Доделали малые архитектурные формы. И это все пытаемся в одну картину, в одну гармонию вводим. Каждый год растения на клумбах и в скверах приходится обновлять. Губит зелень, засуха, нашество насекомых, вредители и не только. Когда вред наносят сами люди, то это вдвойне обидно и не поддается объяснению. Большая просьба к нашим бандерчанам, особенно с маленькими детьми. Я понимаю, что детям хочется играться, но это все-таки не детская горка. Мы работаем для вас. Нам хочется, чтобы наш город был красивый. Впереди еще много работы. Предстоит озеленить и облагородить новые скверы. С наступлением холодов будут высаживать молодые деревья. Липы, клены, обычные и краснолистные. Закажут и новые саженцы, которые в нашем городе еще не укореняли. В прошлом бандеры называли городом роз. Этот цветок был даже на советском гербе. И, кстати, в этом высадят без малого 5000 кустов роз разных сортов.